День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пик Александр Шунин и к нам присоединяется координатор фестиваля «Лампа» Ирина Кузнецова. Здравствуйте, Ирина. Доброе утро. Сам фестиваль состоится 9 и 10 июня в Цесисе, но уже вот буквально со вчерашнего дня и по 8 февраля начинается прием заявок, потому что в программу фестиваля нужно утвердить заранее, согласовать, все продумать, как вообще это все должно происходить, что планируется. И кого вы ждете? Кому можно заявляться? Заявляться можно всем, но хочу уточнить, что действительно программа фестиваля создается совместными усилиями. Нет такого единого организатора, который организовывает все 250 мероприятий, которые должны пройти 9 и 10 июня в Цесисе, поэтому у каждого, это буквально у каждого человека, организации, или это общество, лесоуправление, университет, школьный коллектив могут заявить мероприятие и провести, то бишь стать организатором и соавтором фестиваля. Потому что у нас обычно около 200 организаторов, и вот действительно это та возможность сейчас до 8 февраля стать нашим таксоавтором и соучастником. Потому что мы часто слышим, когда уже фестивальная программа озвучена и во время фестиваля, а почему у вас нет этой темы? А вот можно было бы поговорить об этой теме? Или можно было бы поднять вот эту тему? Или почему у вас нет этой организации, не представлено? Но мы всегда говорим, что была возможность, и мы стараемся об этом публично говорить, как говорится, с каждого утюга, что подавать заявки, это не так сложно. Можно провести одно мероприятие, но если это уже какая-то более серьезная организация с большими ресурсами, то можно даже двухдневную программу провести, как у нас в прошлом году, к примеру, была ЕСПМ-миссия и другие организации. По-моему, даже вы приглашаете на бесплатный онлайн-семинар, для тех, кто боится, не знает, как это все делать, обучаете его, и можно даже приобрести опыт организации. Ну это, конечно, да, 11 января, мы на нашей страничке в фейсбуке, на Ламповой, Сарана Фестивас Лампа, мы все подробно расскажем, пошагово, что и как делать, какие форматы, что необходимо, какие ресурсы. И, конечно, мы, как организаторы фестиваля, мы всегда рядом, мы всегда в шаге от одного звонка, как говорится, и мы всегда поможем и расскажем, и будем напутствовать, будем, как говорится, партнеры. Так что это, соответственно, кажется так сложно, но на самом деле это не сложно. Вы упомянули, что зачастую кто-то предъявляет претензии, почему-то или иная тема не получили развитие, отражение во время фестиваля. Означает ли это, что вы собираете только инициативу извне, или вы можете как-то повлиять как организаторы и сами предложить тему, которая кажется вам, оргкомитету, насущной, актуальной, важной по какой-то причине, обратиться к конкретной персоне или к организации? Да, у нас обычно бывает так, что заявок гораздо больше, чем вообще мест на фестивале, поэтому, когда мы создаем программу, мы ее курируем. У нас обычно примерно на порядок на одну треть больше заявок, чем у нас вообще мест на фестивале, мы не хотим, чтобы программа была бесконечна, поэтому мы ее курируем. Соответственно, мы смотрим, чтобы темы были разнообразные, чтобы форматы были разобразные, чтобы мы не говорили только или о политике, или экономике, или культуре, или образовании, чтобы действительно было разнообразие темы. Мы стараемся, чтобы у нас были мероприятия на трех языках, это, конечно, и латышский, и на русском, и на английском языках у нас представлены мероприятия. Ну, конечно, с синхронным переводом, насколько это возможно. И мы также оставляем резервацию для оргкомитета, как вы сказали, парочку мест, мероприятий, где мы сами организовываем то, что нам кажется важным и нужным в данный момент обсудить. Мы еще не знаем, что это будет. Мы это, конечно, будем уже решать примерно в феврале месяце или в марте месяце, когда мы уже соберем все заявки и будем рассматривать партнеры. Но, конечно, у нас есть такие тематические блоки, которые уже мы знаем, наши партнеры, Светбанк, у них такая сцена устойчивости, где там все можно, и окружающую среду, темы, и экология, и социальное развитие, и эффективное управление. И есть отдельная сцена регионов. Действительно, мы призываем те организации или просто активные люди, которые вне Риги живут, заявить собственное мероприятие и уже провести мероприятие на этой сцене. Так что есть разные возможности. Но тематически, да, мы подумаем и выберем, что более будет нужно, необходимо осветить в этом году. Какие, вот мы каждый раз сталкиваемся с этим вопросом, какие вот последствия того, что люди собираются и обсуждают проблему, что, почему это важно, почему это нужно, вот говорить о каких-то насущных проблемах, проблемах, может быть, регионов, проблемах социального развития, проблемах образования, и, может быть, даже и о политике, о том, что, почему у нас вот не появляются новые какие-то интересные политические силы, лидеры. Ну, понимаете, Лампа — это такое место общественного диалога, и мы, как люди, нам присуще говорить, нам присуще общество, и по средствам общения очень часто мы решаем проблемы или мы узнаем что-то новое, мы слушаем другую перспективу, другую точку зрения. Это расширяет нас горизонт, расширяет наши возможности. По сути, ну, как бы, все фестивальные площадки, наши фестивали общения Лампа — это действительно место, где учиться, развиваться и вдохновляться. Для кого-то это может быть поход в театр, для кого-то это театр, кто-то читает много книг, кто-то слушает радио или подкасты. И, по сути, Лампа — это очень-очень много таких подкастов, где можно поучаствовать. Ну, подкасты — это, конечно, и радиопередачи. Вот, поэтому я бы сказала, что фестиваль как формат очень нужен и необходим, потому что в обществе у нас, ну, и было, и остаётся довольно серьёзная поляризация. Да, и Лампа, мы надеемся, это то место, где мы встретимся и поговорим. Столько, десятки тем различных, множество площадок. Не теряется ли это, нет ли желания это сохранять как раз-таки в форме каких-то подкастов потом в неком архиве? Ну, мы это делаем. У нас есть и видеоархив, и аудиоархив. Правда, не все мероприятия во время пандемии. Это было, конечно же, практически все, но мы и в этом году планируем, если у нас программа примерно 250 мероприятий, то примерно 100, может быть, меньше будет и в видеоэфире, это прямой эфир, потом, соответственно, и подкасты, и видеоархив можно посмотреть. Но какую-то часть, это, по сути, больше половины, можно будет только поучаствовать, слушать и видеть, только побывав в цессии Лампы. И еще очень-очень важный факт, потому что все эти мероприятия, это не только что человек слушает, это самая главная интеракция, потому что при живом общении все по-другому. Ты видишь человеческие эмоции, мимику, у тебя совершенно по-другому, ну, человек говорит совершенно по-другому. Когда мы строчим комментарии в интернете, мы можем что-то там злостно написать, а потом подумать. А когда уже общаешься, особенно знакомым с человеком, мне кажется, общение более уважительно. И к этому, конечно, призывает фестиваль, что на фестивале мы не кричим, мы стараемся не перебивать, насколько это возможно. Я знаю, что если дискуссия политиками, им сложно удержаться, не перебивать. Но, по крайней мере, следует таким правилам общения, которые мы уже заявили, создавая наш фестиваль в далеком 2015-м. — Ожидается ли участие среди организаторов каких-то условных звезд, то есть публичных фигур, людей, которые на слуху известны? — Ну, опять же, это очень зависит от каждого из нас. Я очень надеюсь, может, и радио Болтком заявит тоже мероприятие и будет нашим соучастником. Потому что сами мероприятия, которые организуют наши соавторы, они и ответственны и за темы, и за формат, и за участников, которые они приглашают. Конечно, мы хотим, чтобы были, как говорится, люди, которые малоизвестны и очень известные люди. У нас, конечно же, будет знаменитая уже наша традиционная прожарка политиков и диско-политиков. Состав Сейма поменялся очень существенно, потому что у нас много хорошего материала, скажем так, из кого выбрать. Поэтому вот эти два заглавных мероприятия, заключительных, в пятницу и субботу, они сохранятся. Остальное, конечно, пока, ну не то, что секрет, но это пока открытое приглашение всем, кто хочет кого-либо видеть или что-то организовать, то это действительно возможность. Если вы хотели сигнала от лампы, сигнал поступает, что надо не только думать, но и сделать. В этом году мероприятия состоятся только в одном месте, концентрировано в Цесисе, и поучаствовать, и посмотреть можно будет только там, никакие другие регионы? Нет, только в Цесисе. Лампа изначально была в Цесисе. У нас во время пандемии, конечно же, были какие-то студии, которые были в Риге, в Цесисе и в Резыкне. Но уже начиная с 2001 года мы полностью взросли из Цесис. Мы до сих пор компактно в Цесисском замковом парке и ближайшем парке, соответственно, это в основном такая зеленая парковая зона. Мы остались в Цесисе, я знаю, ходят слухи, что мы куда-то что-то думаем в какие-то города. Цесис — это дом, дом лампы, и самоуправление Цесисе — это один из наших организаторов. — А говоря про организаторов, ведь фестиваль действительно является бесплатным для посещения. А вот вы упомянули уже как бы спонсора. Насколько вот удается действительно сохранять? Ведь такая финансовая независимость — это ведь тоже очень важный элемент свободы выражения слова, своего мнения. То есть вот как это все происходит? — Конечно, это сложно. Лампа в плане финансов — это как с миру по нитке. И все вот эти все осень и зиму мы действительно собираем ресурсы, чтобы порадовать фестивалем общения лампы, чтобы мы его создали. Поэтому если посмотреть у нас на домашние странички, у нас спонсоров много. И так как это мы до сих пор в процессе собирания денег, это и спонсорская поддержка, и грантовая поддержка. Соответственно, у нас часть идет и от торговли едой, как это фестиваль обычно организовывается. Есть небольшой доход от соплотежей организаторов, потому что у нас есть часть, которая возможность бесплатно организовать свое мероприятие, а есть часть, где мы уже, соответственно, просим, так называемый, соплотеж или взнос организатора, который тоже частично, но не полностью покрывает расходы фестиваля. Поэтому у нас корзина, как говорится, яиц у нас много в этой корзине, мы стараемся балансировать. И очень важный факт, о котором мы говорим абсолютно всем, с кем мы сотрудничаем, что лампа принадлежит всем и никому сразу. То бишь, никто не будет диктовать, как лампа должна выглядеть, о чем мы должны говорить. Мы это все принимаем совместно со всеми нашими оргкомитетами и группой. И мы, как главный организатор фон открытого общества ДОЦИ, для нас очень важно сохранять независимую общественную платформу, чтобы действительно все мнения, даже которым я не согласна, они были, они звучали. И все это приходило в более-менее выражительную обстановку. Ну, как это вот знаменитая фраза, я не согласен с вашим мнением, но я готов положить свою жизнь, чтобы вы могли его высказать. Из французских, по-моему, революционеров говорил. Но он является фестивалем по-прежнему бесплатным для посетителей, для тех, кто приходит на этот фестиваль. То есть это абсолютно только добраться до сцессиса и вернуться назад, в общем-то, расходы. Ну, может быть, там что-то перекусить для того, чтобы выдержать долгий день, может быть, в каких-то вот всех дискуссиях. Так и есть, так и есть, абсолютно. Да, так что, еще раз говорю, что момент создания фестиваля зависит только от нас и в наших руках. И я очень надеюсь, что действительно будут мероприятия различных форматов, не только дискуссии, которые у нас тоже стали классиками. А какие вот другие форматы? Форматы очень разные. Главное, сцентр и основа всего должно быть общение. А как оно будет выражаться? Это может быть театральная постановка. У нас в прошлом году Верховный суд, и называется, если это по-дому, это, наверное, какой-то совет юриспруденции, который объединяет сидельную систему, они организовали театральную постановку для детей, где они судили зайца, и кто украл морковку. Соответственно, суди, юристы, они обличились в костюмах, очень много детей, и они сыграли пьесу именно о том, как что происходит в суде, чтобы маленькие дети поняли, почему нужен суд и как все это происходит. Это было феноменально. Это, к примеру, один из форматов, где действительно задействовано живое общение и на интересную тему подать совершенно молодому зрителю. Это может быть стендап. Это может быть интересный семинар, который будет увлекать слушателей, посетителей фестиваля. Это может быть просто такое, ну, скажем так, интимное общение в небольших кругах, где на заданную тему можно пообщаться. Как говорится, нет предела полету мысли, поэтому можно делать абсолютно разное. Это действительно не надо ограничить из себя какой-либо дискуссией, формата, где там пять человек говорит и все остальные слушают. Это, конечно, классика, но мы призываем действительно думать более творчески, как мы всегда. Что нужно сделать? Вот как подать заявку на мероприятие? Это для тех, кто вот сейчас, может быть, подключился только... Обратиться к интернету. Фестивал с лампы, в одно слово, LV, там есть вертикаль, которая называется «Дала бы участие». Там есть, опять же, две возможности для желающих двухдневное мероприятие, для желающих однодневное мероприятие. И вся подробненькая информация расписана. Ну, а в случае дополнительных вопросов и указаны контакты. Да. Так что всегда можно... Ничего, что я вместо вас... Конечно, так хорошо у вас все... Я просто сижу как раз на сайте и смотрю. Так что сайт тоже можно спокойно перевести. У нас есть такой режим перевода. Наконец-таки Google собрался, и он может очень хорошо переводить языкальный язык. Как мы знаем, технологии идут вперед. Поэтому действительно, festival.lampa.v, там все написано. Если непонятно, всегда можно позвонить. И там даже указаны мои контакты, мой телефон, и мой e-mail. И всегда можно обратиться и с вопросом, что и как. И даже прийти к нам на чай, на кофе, мы всегда рады пообщаться. Есть один дополнительный вопрос. Вы упомянули три языка. Латышский, русский, английский. Учитывая актуальные события, можно ли заявиться в этом году все-таки на украинском языке? Можно. Конечно. Да, я как-то... Мы просто... У нас изначально как-то получилось, что заявки были в основном, конечно, на латышском, немножко на русском, немножко на английском, и вот так пошло. Соответственно, здесь можно и мероприятие на украинском языке. У нас была одна заявка на польском языке, но там просто надо было выбирать, и вот она не пошла. Поэтому, конечно же, на украинском с удовольствием мы будем очень рады. Единственный, конечно же, фактор, надо понимать, что надо потом обеспечить синхронный перевод на латышский. У нас есть аппаратура, которая несложная, но должен быть человек, который сможет донести толково, не в слово слово, может быть, перевести, но попытаться донести смысл беседы или что происходило на мероприятии. Ну и число, опять-таки, заявок ограничено, хочется сказать, обратить внимание на то, что каждый год всегда больше заявок, чем есть возможности, поэтому стоит поторопиться, выбрать самую актуальную тему, выбрать самый необычный, какой-нибудь подходящий, интересный формат, проявить креативность, и получается, что у нас впереди полгода, а вдруг вот что-то поменяется, я не знаю, там за эти полгода какие-то появятся новые, может быть, какие-то актуальные темы. Ну мы тогда будем решать. Так получается, что лампа — это как большой океанский лайнер, и если бы мы сами были организаторы, нам, наверное, было бы проще. Что там, сами организовали, и не паримся, как говорится. А так как мы хотим создать это совместными усилиями, действительно, с авторствами, не знаю, с тысячами людьми, если это 200 организаций, к примеру, то получается, что, чтобы нам повернуться, надо нам сделать такой большой маневр. Соответственно, у нас возможности маневрирования довольно-таки небольшие, но когда встречаются, конечно, кризис и ситуации, мы стараемся реагировать, как это было в предыдущие годы. Или это была пандемия, или это была война, и, по-моему, в последние годы постоянно у нас что-то случается, и мы уже к этому привыкли. Да, к сожалению, очень надеемся, что наступивший 23-й год все-таки будет, ну, хоть в чем-то полегче. Итак, фестиваль «Лампа», 9-10 июня, цессис, прием заявок уже идет, сегодня второй день, до 8 февраля. Вся подробная информация на фестиваль «Лампа» ЛВ, в общем-то, нетрудно найти, проявите себя, заявите свою идею в каком-то, может быть, уникальном, необычном формате, а почему нет, и вы станете одним из тех 250, кто со своей палаткой или сценой будет отстаивать свои идеи и что-то интересное, важное обсуждать. Ирина Кузнецова, координатор, соорганизатор фестиваля «Лампа» была нашей гостью сегодня, огромное спасибо. Спасибо вам.